всем привет продолжаю разбирать планировки из пинтереста и сегодня не большая квартира всего лишь с одной комнатой которую попытались превратить в 2 поехали будем смотреть ну а это рекламная пауза товарищи в которой я расскажу вам о своей услуге называется она разбор планировок дело в том что вы можете прислать мне планировку своей квартиры а я сделаю эскиз вашей планировки с учетом всех своих знаний которые я применю и сделаю так чтобы ваша квартира стала удобной функциональной и в будущем красивой ведь планировка это 50 процентов всего дизайна как говорят все самые знаменитые дизайнеры в мире обращайтесь ссылочка в описании вот такая сегодня квартира перед нами друзья которые отличаются как и все предыдущие которые разбирал из пинтереста своей красочностью своей подачей ну потому что как бы это же 3d мы видим сверху объем можем ощутить и нас это так вдохновляет многим нравится все смотрят и думают ах какая красота все продумали все нарисовали не то что вот те вот там рисуют свои планировки непонятные на плоскости а вот давайте сейчас посмотрим все ли здесь так прекрасно как на первый взгляд кажется и так начинаем традиционно с прихожей заходим и попадаем в малюсенькую прихожей вот прямо вот квадратный метрик но это очень мало я вам скажу друзья ну а что делать квартир кота маловастенькая совсем маловастенький шкафчик но возможно это так сказать квартиры для молодой начинающий свой жизненный путь из семьи и одежды у нее немного но буквально пальтишко пуховичок и все дальше здесь нам на пути встречается ванна собственно сама ванна унитаз и раковина сразу же возникает вопрос чё раковина такая маленькая вообще вот какая-то вот ну это кусенькая как не умываться раковина должна быть большой и удобной а самое главное красивой поэтому когда мы заходим в ванну мы должны заходить на красоту красоту но поставьте раковину вот сюда большую сюда поставьте ванну чё мешает то тем более в этом варианте поставили перегородку зачем оградить унитаз типа чтобы глазами его не видно было или типа вы предполагаете что туда кто-нибудь сядет во время того как вы будете мыться чтобы вам не видеть того кто в туалете пока вы моетесь как как-то сложно представить себе в наше современное время такую ситуацию когда один в туалете другой моется ну хотя может быть у кого-то такое бывает может быть надо подумать ну короче я бы так не делал потому что это не нужно это визуальная преграда которая еще зрительно уменьшает это пространство поэтому переделать идем дальше попадаем в общую комнату где мы видим кухню и гостиную оттуда дальше уже в спальню вот со спальни я и продолжу свой рассказ в спальне огромный шкаф огромный во всю стену но видимо сюда и будет прятаться та одежда которая не влезла в прихожей это хорошо вопрос а как вокруг кровать это ходить между кроватью и дверей в этот гардероб а по всей видимости здесь глубина прям как вот у гардероба причем небольшого как ходить вот здесь расстояние сантиметров 40 вот попробуйте пройдите это же дико неудобно надо увеличивать шкаф достаточно сделать глубиной 60 сантиметров они делать его метр но судя потому что он шириной с диван а диван глубиной именно метр ну или 90 сантиметров но никак не меньше то получается что то гардеробная которая здесь нарисована она именно метр глубиной вопрос зачем если одежда занимает расстояние 60 сантиметров чтобы на плечиках нормально висеть зачем эти оставшиеся 40 сантиметров в них вы нормально перемещаться не сможете ну то есть вы не сможете зайти туда внутрь закрыть за собой двери и там ходить как в гардеробной не сможете лучше эти 40 сантиметров отдать в пользу спальне и там будет попросторнее но опять же с компоновкой вопрос почему именно такая компоновка почему кровать не поставить к этой стене а шкаф не сделать вот с противоположной и как бы его продлить туда в гостиную чтобы это стало единой какой-то композиции ну например если мы за современный лаконичный минималистичный дизайн выступаем да почему бы со стороны гостиной тот же самый шкаф не не превратить места хранения например почему внутри этого шкафа не интегрировать тот же телевизор те же приставки там еще что-то многочисленное всякое хламье которое дома хранится это остается вопросом вернусь в общую комнату то что она расположена в вдоль всех окон это здорово а вот то что здесь завернули кухню каким-то образом вообще не здорово какой угол зачем-то скосили вот у этого столика но понятно что для того чтобы было удобно проходить и и об угол не запинаться но выглядит то это ж по уродски но это ж это ж какое-то крыло от сбитого самолета ну то есть чуть-чуть такое то есть странная форма которую опять к стене прижали диван тут опять зажали не очень это красиво то здесь нужно конечно всю эту историю переигрывать но подвиньте диван подальше там в гостиную ничего страшного если поменьше места останется квартира не такая уж и большая это позволит стол поставить более свободно и за диван понимаете ну в общем здесь вот с этой компоновкой как раз таки и нужно поиграть и подумать ну а в целом в целом ничего что как говорится из того что было того и полюбила слегка нет слепила из того что было вот такие они планировки на pinterest друзья понравилось ставьте лайк жмите на колокольчик подписывайтесь на канал и вы увидите следующие разборы из этой великолепной серии разборов планировок с pinterest да и другие кстати тоже не менее полезные и интересные всем пока да прибудет с вами муза